Яркие запоминающиеся национальные костюмы, ювелирные украшения в одно стиле и многое другое. От изобилия разбегается взгляд. Сегодня представлено в старейшем историко-культурном комплексе страны в Узгене, возле знаменитой башни. Узгенский археологический историко-культурный комплекс сегодня как будто ожил. Оживленная торговля и буйство красок как будто возвращают те времена, когда здесь проходили караваны Великого Шелкового Пути. Предприниматели наперебой предлагают свою продукцию. Например, тут натуральный хлеб и продукты на основе зерна. Это натуральные продукты питания, только на основе пшеницы. Например, джарма – натуральная, полезная, без химикатов. Ярмарка только началась, а мы уже почти все распродали. Аджемогулька Рыбекова приехала в Узген на фестиваль со своей продукцией аж из Нарына. Привезла шерстяные шали и шердаки. По ее словам, сегодняшнее мероприятие – еще один вклад в укрепление единства крыгского народа и возможность продвигать национальные ценности. Это Нарынский шердак, знаменитый во всем мире. Все знают наши шердаки. Очень хороший фестиваль. Спасибо организаторам. Для нас это обмен опытом и сотрудничество в дальнейшем с южными предпринимателями. По случаю фестиваля на ярмарке ремесленников были представлены сотни национальных продуктов. Не обошлось, конечно, и без фестиваля плова. И знаменитого на весь мир узгенского риса. Гостей ждали более десятка казанов с восхитительным, тающим во рту пловом. Попробовать его можно было и сходить за добавкой совершенно бесплатно. Сегодня тут просто замечательное мероприятие. Мы специально надели нарядные костюмы и приехали на праздник. В этом году наша страна отмечает 30-летие со дня независимости. Сегодня мы с радостью отмечаем эту дату этнофестивалем. Этнофестиваль в узгене отмечают 30-летие со дня независимости Кыргызстана. Мероприятия направлены на популяризацию местного исторического наследия, содействие духовному и культурному развитию местного населения. Такой праздник организовали в первый раз. Наши цели – популяризация нашего культурного и исторического наследия. В этнофестивале, который проходит в узгене в рамках проекта «Башня культуры», посвященного 30-летию независимости страны, принимают участие также манасчи, поэты, сказители, артисты и эстрадные певцы. Фестиваль продлится до полуночи.